Эксклюзивная съёмка нашей программы. Боец спецназа с позывным «Вирус». Он прошёл все горячие точки последних лет. И сегодня вся правда из первых уст. Что из себя представляет наше и их оружие? Наши и их умения в настоящих, реальных условиях на поле боя. Оружие — это оружие. А направляет и стреляет из него человек. Как победить страх, боль и панику? Как стать героем, если ты всё равно боишься? Чему не учат современных натовских военных? И почему они просто привязаны к своей технике? Могут ли они сражаться без электроники? Мы с зелёными беретами разговаривали. Мы говорили, ну всё, у вас в один GPS пуля попала. Другой там в реку упал, утонул. Остался только компас, предметы там на местности, звёзды. Видишь, у нас тут ещё коробочка с тупаком, ещё один GPS лежит. Я говорю, ну, понятно, что три GPS-а потерять, надо быть точно идиотом. В чём на самом деле сила русского оружия? Военные говорят, главное — люди, которые им управляют. Иногда одного появления русского солдата оказывалось достаточно, чтобы остановить колонну врага. Опять же причину возьмём. Я, скажу так, вышел солдат с гранатомётом. Всё в позу гранатомётчика. Приготовился к выстрелу. И они остановились. Однако весь мир только и говорит о России. Будто они там, в своей северной стране медведей, создали нечто такое, что может управлять всей планетой на расстоянии. В Соединённых Штатах паника. Журналисты сообщают, что ураганы Харви, Ирма и Пилар вызвали русские с помощью своего секретного оружия. Сотни заокеанских блогеров изучают спутниковые снимки ураганов, пытаясь таким образом разоблачить виновника катаклизмов. Мы знаем, что манипуляции с климатом не только возможны, они уже случились. Самые дотошные нашли климатическую станцию под Петербургом. Якобы она влияет на погоду и излучает странные радиоволны. Все обвинения против русских, как обычно, основаны на стопроцентных доказательствах, фотографиях из соцсетей. Ещё журналисты твердят о засекреченном документе Совета Безопасности. Якобы в нём указано, что страшные ураганы вызваны по личному распоряжению нашего министра обороны. Мне позвонили, спросили, говорят, вот, американцы утверждают о том, что, значит, русские применили климатическое оружие в связи вот с этими последними событиями погодного свойства. А что же на самом деле? Реальность удивляет ещё больше. Российские учёные создают оружие на новых физических принципах и подводные беспилотники с ядерной начинкой. А наши современные системы сегодня несколькими залпами могут уничтожить крупный город. Сбивать самые современные спутники. Так почему же лучшие спецслужбы мира устроили охоту на наши военные технологии? А ЦРУ даже затеяла реформы, чтобы бросить все силы на шпионаж в России. Безусловно, в ЦРУ разрабатываются и уже есть невероятные инструменты и методы, которые позволяют нам противостоять кому угодно, особенно России. Вы узнаете, как бойцы разных стран снимают стресс в разлуке от любимых. И зачем солдаты называют оружие женскими именами. Эксклюзивные подробности о новейших российских разработках. Системах, опередивших время на десятки лет. Уникальные подробности последних секретных спецопераций. Смотрите в нашей программе прямо сейчас. Этот город называется Аль-Танахи. Провинция Хама, Сирия. Еще недавно его именовали одной из столиц секс-рабства. Здесь запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ содержала тысячи наложниц. А если говорить точнее, город состоял из десятков борделей, куда приезжали отдохнуть террористы. Во время отступления боевики забрали с собой почти всех женщин. Но какие страсти здесь кипели, можно понять по брошенным в спешке фото. На них изображены симпатичные дамы в пикантных позах. И совсем не в черных одеждах, как это положено на Востоке. На телеэкранах мы уже привыкли видеть женщин, которые побывали в секс-рабстве у террористов. Обычно они жалуются на жестокость боевиков и нечеловеческие условия в быту. При этом многие из пленниц на территорию Сирии приехали специально в так называемый секс-джихад поддерживать своими прелестями боевой дух террористов. Эту девушку зовут Аиша Аль-Бакри. На войну она попала из Саудовской Аравии, а недавно вернулась обратно, дав небольшое интервью на границе с Иорданией. Аиша сообщила, что за три месяца она вступила в интимную связь с тысячью боевиков. Теперь барышня возвращается к себе на родину. Она беременна и не знает, кто отец ее ребенка. Многие эксперты уверены, что именно такие девушки – самое эффективное оружие террористов на Ближнем Востоке. Об этом мало кто знает, но соблазнительные дамы – главный крючок, на который вербовщики ловят будущих боевиков. 72 девы в раю с нетерпением ждущие Шахида – хорошо известный миф Востока. Разве может мужчина представить для себя еще что-то более желанное? Только послушайте, с каким упоением рассказывает об этом один из проповедников традиционного учения. Этот акт в раю описывается как доставляющий неумоверное удовольствие. А здесь остановимся подробнее. Вы сейчас смотрите на меня и думаете, а что здесь, на земле, так не удовлетворяет. Но суть в том, что это будет сногсшибательно, неописуемо, уйму непостижимо. Конечно, какой мужчина не размечтается после таких слов. Но это лишь невинные фантазии. А вот вербовщики обещают за участие в войне очень много женщин сразу. И против такого аргумента трудно устоять. О так называемом секс-джихаде стало известно в 2013-м. Все началось в Тунисе. Местные красавицы стали приходить в Аль-Каиду и с помощью любовных чар поднимать боевой дух террористов. Вскоре это движение появилось в Сирии и Ираке. Это Сара. Она проводила время вместе с боевиками Джабхат Ан-Нусры. После того, как их разбили, девушка заявила, что находилась в плену. Правда, эта легенда вызывает сомнения уже через несколько секунд после начала интервью. Я забыла, что там дальше по тексту. На так называемый секс-джихад в Сирию потянули женщины со всего света. Некоторые сразу знали, на что шли. А многих дам втянули в войну с помощью обмана. Им обещали заботу, семью, настоящих мужчин. Но когда женщины приезжали, их превращали в секс-рабынь. Награду за боевые заслуги террористов. И ценность таких трофеев на войне оказалась важнее любого оружия. Далее вы узнаете, почему секс-джихад стал главной движущей силой боевиков. И почему это изобретение страшнее самых передовых военных технологий. В России появилось оружие будущего. Эксклюзивные подробности о новой секретной ракете, которая превращает все электронные приборы в хлам. Начиная от телефонов и заканчивая телевизорами, локаторами, будем говорить, современными системами вооружения, связи, управления. Они выйдут из строя. Теперь это не научная фантастика. Россия приняла на вооружение новые лазерные пушки. Другое удачное применение лазеров – это для создания искусственных шаров в мае. Пентагон потратил 82 миллиона долларов на увеличение потенции личного состава. Какой спецоперации готовятся американские войска? Миллионы долларов тратятся на эрекцию военных. Оружие судного дня, а также новинки вооруженных сил России, о которых вы и подумать не могли. Об этом и многом другом далее в программе. Посмотрите внимательно на этого человека. Его зовут Майкл Помпео. Много лет он был одним из главных лоббистов американского военно-промышленного комплекса, будучи американским сенатором от штата Канзас. Этот мужчина всегда голосовал за решение любых проблем с помощью войны. Он требовал сохранить тюрьму в Гуантанамо, ввести самые жесткие санкции против нашей страны, уверяя, что Россия десятилетиями разрушает демократию в США. И вот в нынешнем году Помпео возглавил Центральное разведывательное управление. А через несколько месяцев те, кто имел отношение к американским спецслужбам, заговорили о том, что ЦРУ ждет крупнейшая реформа с момента основания ведомства. Это официальный твиттер Центрального разведывательного управления. Совсем недавно в нем появилось необычное объявление о вакансиях. Могущественное ведомство пригласило к себе на работу людей с высшим образованием и хорошим знанием русского языка. Говорите по-русски? Являйтесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужны здесь. Далее соискателям сообщают, что у них есть миссия в качестве разведчика-лингвиста — раскрыть правду. Так на работу в американскую разведку сейчас принимают тысячи новых сотрудников. Еще никогда Соединенные Штаты не проводили такой мобилизации. Но все это лишь вершина айсберга. Летом этого года стало известно, что Майкл Пампео решил полностью изменить ЦРУ. Отныне у разведки есть главный приоритет — шпионаж. Цель номер один — Россия, которая якобы покусилась на американскую демократию. Вы утверждаете, что Россия вмешалась в выборы в США также в 2008-2012 годах? Ведь раньше не было таких технологий и возможностей. Конечно, русские это делали даже раньше, начиная с 70-х. И нашей задачей будет использовать методы не хуже русских, дать настоящий отпор, в том числе используя текущие результаты у нашей внешней разведки. Недавно Майкл Пампео дал довольно откровенное интервью изданию «Фри Бэкон». Руководитель разведки заявил, что ЦРУ больше не будет тратить силы на борьбу с террористами, а единственной задачей управления станет кража чужих секретов. По сути, глава ЦРУ признался, что все силы его управления бросит на вербовку новых агентов, которые будут работать в России, причем в военном секторе. Так почему Вашингтону срочно понадобились наши секреты именно сейчас? Существует предположение. Американской разведке стало известно, что у России появилось секретное супероружие, которое даст нашей стране невероятное преимущество. Это «Алабуга» — первая ракета в России, которая способна сжечь любые приборы в радиусе нескольких километров. Все современные ракеты, самолеты, корабли, танки в зоне ее действия мгновенно заглохнут. Работает «Алабуга» на основе сильнейших магнитных импульсов на сверхвысоких частотах. Это одна из самых засекреченных и передовых технологий нашей страны. Мы побывали в концерне «Радиоэлектронные технологии», где создаются военные приборы будущего. И записали эксклюзивное интервью с представителем государственной компании Владимиром Михеевым. Нам объяснили, как работает «Алабуга». Очевидно, Пентагон опасается этой технологии не зря. Просто-напросто создается плотность, напряженность электромагнитного поля очень высокая. И все те средства радиоэлектроники, начиная от телефонов и заканчивая телевизорами, локаторами, будем говорить, современными системами вооружения, связи, управления. Они выйдут из строя. Такое мощное высокочастотное излучение бывает во время термоядерного взрыва. Однако сам по себе магнитный импульс безопасен для человека. Выходит, российские технологии создали идеальное оружие. Ведь без электроники сегодня вести современную войну невозможно. Даже в экипировке солдат появляются процессоры и приборы, которые «Алабуга» уничтожит за несколько секунд. Само название этого проекта предполагает разные устройства в виде ракет и бомб. После взрыва блокируется вся электроника противника. Поэтому одновременно мы занимаемся и так называемыми вопросами радиоэлектронной защиты. Все современные устройства, они имеют защиту от этого так называемого СВЧ-оружия, от этих СВЧ-боеприпасов в виде всевозможных фильтров нашей системы защиты, наши комплексы радиоэлектронной борьбы, комплексы защиты авиации. Они этой функцией в определенной степени обладают. Этим летом военная разведка США заподозрила Россию в том, что она проникла в системы Пентагона и получила доступ к спутниковой навигации. Так за океаном пытаются объяснить аномалии, которые происходят с американским флотом. Это американский эсминец Джон Маккейн. Его назвали в честь Джона Маккейна-старшего и Джона Маккейна-младшего, двух адмиралов американского флота. Эти господа — прямые родственники хорошо известного в России сенатора Джона Маккейна. Американский эсминец имеет на борту систему ИДЖИС, благодаря которой ракетоносец может сбивать воздушные цели в воздушном пространстве и даже в ближнем космосе. Способен Джон Маккейн нести и крылатые ракеты «Тамагар». Грозное судно много лет работало без сбоев, но совсем недавно с ракетоносцем произошёл курьёс. В военное судно вдруг врезался коммерческий танкер неподалёку от Сингапура. Эти кадры сделаны на следующий день. Огромная вмятина прямо у ватерлинии — далеко не все последствия столкновения. В результате аварии погибли 10 военнослужащих США. Я ознакомился с отчётами о кибератаках. Мы не нашли свидетельства взлома, но пока что данный вопрос по-прежнему стоит на повестке дня. Сенатор Маккейн очень расстроен. Он каждый день внимательно изучает итоги расследования. А вот так теперь выглядит американский эсминец Фитджеральд. Несколько месяцев назад он столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии. Американским военным пришлось просить помощи у местных спасателей, которые нашли нескольких человек за бортом. Погибли семеро военнослужащих. Только в этом году в неприятности попали 4 военных корабля Соединённых Штатов. Так кто виновен в чёрной полосе американского флота? Может, его кто-то проклял? Или, как это часто бывает, всё дело в разгильдяйстве личного состава? Вот так, сразу после инцидента с Джоном Маккейном, адмирал Тихоокеанского флота Скотт Свифт приехал в Японию, чтобы лично уволить командующего 7-м флотом Джозефа Акойна в связи с утратой доверия. Это Тодд Хамфрис, профессор университета Остина в Техасе. Ещё несколько лет назад он изумил экспертов Пентагона тем, что смог взломать навигационную систему GPS, по которой ориентируются в том числе военные корабли и самолёты. Тогда Тодд Хамфрис изменил координаты беспилотника, после чего самолёт рухнул. Если один учёный-энтузиаст проделал такое, то на что способны большие команды? В Пентагоне уверены, последние неприятности армии США вызваны испытанием секретных русских систем. Конечно, можно было бы посмеяться над паранойей американского командования, если бы мы не узнали, что в России действительно разработано такое оружие. Его название и принцип действия засекречены. Подобные устройства относят к системам радиоэлектронной борьбы. Можно через эти же каналы войти в систему управления наших потенциальных противников и, соответствующим образом, немножко там, скажем так, похулиганить. То есть записать туда ту команду, которая бы, например, беспилотник посадила на наш аэродром, самолёту выдала какие-то ложные данные, и он заблудился в пространстве и не смог выполнить свою задачу. Согласитесь, возможностей того, кто обладает подобным оружием, гораздо больше, чем у хозяина ядерного арсенала. Ведь таким образом можно перепрограммировать код и координаты ракет, кораблей, самолётов. Не исключено, что именно эта информация и вызвала истерику в Белом доме. И теперь там русских хакеров ищут под каждой подушкой. Ну, а атакующая ракета, соответствующим образом, как мы говорим, выдала команду ошибки при, будем говорить, применении. И если эта ракета влетит не в нашу форточку, а в форточку кого-то другого, эта цель уже будет достигнута. То есть мы эти форточки просто заменим, скажем так. Вот так, мягко говоря. Недавно стало известно, что один из кораблей НАТО заблудился в Чёрном море. Во время учений генералы Альянса забили тревогу. Они получили очень странные данные GPS. Согласно им, американское военное судно пересекло границу России и оказалось в Геленджике. Вскоре данные американских систем показали, что в Геленджик отправились ещё несколько натовских кораблей. Кто-то шутит с западными военными, словно с маленькими детьми. А в прошлом году спутниковая навигация США отдала сбой в Иране. Когда два патрульных катера ВМС США зашли в иранские воды, сохранилось любительское видео этого рейда. Тогда 10 американских военных оказались в плену. Всё это и вызывает панику американской разведки. Ведь списать такие проблемы элитных подразделений на несчастные случаи невозможно. Слишком часто они происходят. Но что ещё больше тревожит американских аналитиков, так это моральная устойчивость их войск. Причём большие проблемы появились даже у высшего офицерского состава. Совсем недавно Пентагон начал новую масштабную программу психологической помощи своим генералам, которые не справляются со стрессами. Так в прошлом году покончил с собой генерал-майор Джон Росси на базе «Редстоун Арсенал» в штате Алабама. Это произошло за два дня до назначения его, только вдумайтесь в это, главой космического и ракетного командования армии США. Вот такие танцы американских пехотинцев часто попадают в кадр. Так солдаты во время боевых действий борются со стрессом, и часто это выглядит довольно странно. Эксперты уверены, у большинства американских военных возникают проблемы в голове из-за трудностей в семье. Их женщины отказываются терпеть разлуку. Да и мужчинам это тоже дается очень тяжело. Ведь каждый второй морпех, находясь в горячей точке, называет свою винтовку женским именем. Разговаривает с ней, признается своему оружию в любви. А недавно один боец даже хотел жениться на своей винтовке. Аль-Шаддад, Сирия. Центральная площадь города. Еще недавно здесь были террористы ИГИЛ. На этом возвышении они продавали секс-рабынь, девушек, захваченных в плен, или тех, кто приехал сюда по своей воле. Женщины здесь были живым товаром, которым торговали или награждали террористов за их заслуги. Это список последних торгов. В нем десятки имен. А этим женщинам удалось вырваться из плена. Обратите внимание на их глаза. Понятно все, беженкам было очень плохо рядом с террористами. Согласно одному из распоряжений их лидеров, боевики могли легко насиловать и убивать девушек на захваченных землях. Никогда не забуду этого ужаса, который нам пришлось пережить. Используя методы вербовки спецслужб, террористы создали уникальную систему пополнения своих рядов. Они используют радикальные религиозные идеи и основной инстинкт. Боевикам внушают, что сражаясь за праведное дело, они сразу получат в свое распоряжение очаровательных наложниц. Иностранным женщинам вербовщики наоборот доказывают. Только в Сирии остались настоящие мужчины, способные воевать и зачинать детей. Отец велел мне принять душ. Пока я мылась, в ванную вошел мужчина лет 50. На нем было только нижнее белье. Он схватил меня за волосы и потащил в комнату. Я кричала, плакала. Мой отец был за стенкой и слышал, как мне плохо. Однако он даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь мне. Первый мужчина еще не закончил, когда второй уже вошел в комнату. Это видео появилось несколько лет назад, когда многие журналисты считали, что секс с джихад – выдумки, а интервью девушки – происки спецслужб Сирии. Но вскоре счет таким историям пошел на десятки, сотни и даже тысячи. Многие из обманутых женщин сами стали вербовщицами. Одна из них – гражданка Великобритании Салли Джонс по прозвищу «Белая вдова». Будучи гитаристкой пан-группы, раньше она выступала на большой сцене и в качестве певицы. Совсем недавно мировые СМИ сообщили, что Салли Джонс погибла во время удара беспилотной авиации Западной коалиции. В Сирию она приехала еще в 13-м. К террористам госпожа Джонс примкнула вместе со своим супругом Хусейном Альбритани, тоже англичанином из Бирмингема. После того, как артистка потеряла своего суженного в одном из сражений, она получила свое второе имя – «Белая вдова». Джонс была самой разыскиваемой террористкой мира. Она проводила теракты, угрожала взорвать метро Великобритании, воевала в Сирии, Ираке. Ее сын-подросток тоже стал боевиком. Заботливая мама учила его, как правильно отрезать людям головы. Сначала усердный отпрыск тренировал свои навыки на козлах. Позже на одном из видео он выступил уже в роли палача. Эта женщина в черном хорошо знала «Белую вдову» и видела ее за несколько месяцев до гибели. Она часто плакала, потому что очень хотела вернуться обратно к англичанам, но не могла, ведь она была замужем за военным, и на родину ей был путь закрыт. Точно неизвестно, насколько сильно дама скучала по своей родине. Но вряд ли из-за этой тоски Салли стала вербовать в ряды ИГИЛ молодых европейских девушек. Террористы использовали их не только в качестве секс-рабынь, но и как бойцов и террористов. Ведь такая женщина у себя дома вне подозрений. Легко вызовет симпатию у мужчин, а значит, с ее помощью можно гораздо эффективнее совершить теракт или получить разведданные. А ведь такие воспитанницы Салли остались и в Сирии, и в европейских странах. Смотрите далее. Один миллион долларов за голову блондинки. Чем так напугала террористов девушка-снайпер Джоанна Палани? Конкретное решение я приняла после того, как бац и ИГИЛ напали на иракский город Рамади и стали брать в плен курдок. Сделали из них секс-рабынь. Тогда я решила помогать людям. Это стоит всяких усилий. Это хорошее дело. Российские системы радиоэлектронной борьбы накрывают континенты. Какие сюрпризы приготовили наши военные непрошенным гостям? Ромья, гроза, прием. А наружный противник на частоте 12, 159. Последний удар. На что способны подводные беспилотники России с ядерным оружием? Должны смыть начитанную часть побережья Соединенных Штатов Америки. А также главная сенсация. Русское оружие, которое может привести в движение кору земли. Самые быстрые крылатые ракеты. Смотрите об этом прямо сейчас. Он не называет своего имени. В спецназе не любят публичности. Говорит, что кто надо, знает его под позывным «Вирус». За плечами спецоперации в горячих точках. Чечня, Югославия и многое еще. На войне людей не убивает никто. Уничтожают врага на войне. Людей убивает маньяк. Солдат, прежде всего, это он воин. И он, прежде всего, спасает, защищает. Уничтожает врага. А не какой-то там головорез, который прибежал куда-то. Всех убил. Что он пытается со стороны где-то налезать. В мирное двухтысячное, когда российская армия тесно сотрудничала с НАТО, наши спецназовцы часто ездили на международные соревнования спецслужб. Западные десантники подготовлены не хуже наших. Их коллективы сплоченные и крепкие. Стреляют не хуже. Ну или почти так же хорошо. Не, почему? В мишени попали. Был у них там такой сержант Абрайан, снайпер. Он тоже попал. У нас там был спор. И когда он посмотрел нашего участника и своих, он сказал, что вопросов нет. У него по десятке там она разбежала, за разбежались такие выстрелы, а у нашего все в куче были от десятка. Вот и все. Все познается в сравнении. Да, он хороший стрелок. Он тоже выбил 50 с пяти. Но у него по десятке раскидалось. А у нас там все пятаком накрыть нужно было. Примерно. Однако наш офицер во время соревнований обратил внимание, что западные коллеги очень уж полагаются в своей работе на технику. Например, во время тренировок по ориентированию на местности. Ведь нет ничего проще, чем достать электронный прибор и по нему проложить маршрут. Зеленые береты так и делают. Русский спецназ тем временем учитывает все факторы войны. Например, работу в условиях радиоэлектронной борьбы противника, когда ориентироваться придется по звездам и мху на деревьях. Конечно, у нас есть GPS. Мы исходим всегда из худшего. Это мы с зелеными беретами разговаривали. Ну, все, у вас в один GPS пуля попала, в другой там в реку упал, утонул. Осталось только, говорю, компас. Компас, какие-то предметы там на местности, звезды, луна, солнце. Это говорит, все нормально, подойди сюда, мы тебе сейчас что-то покажем. Ну, улыбаясь, они своего медика говорят, открывай свой чемоданчик. Он открывает, он говорит, видишь, у нас тут еще коробочка есть. Я говорю, так. Вот на этой коробочке у нас есть этот сигнал, который там в космос спутник будет принимать геммы. И здесь вот, видишь, упакован, еще один GPS лежит. Я говорю, ну, понятно, что три GPS потерять, это надо быть точно идиотом. Два года назад в Сирии появились комплексы, которые отключают электронику чужих приборов на сотни километров. Вот только один пример. Красуха-4. Эта система развернута на аэродроме Хмейни. Красуха сначала сканирует типы сигналов, а потом создает соответствующие помехи для приборов. Так эта система справляется с сигналами спутников-шпионов, наземных радаров. Глушит Красуха и системы разведки и наведения АВАКС, на которые так рассчитывают в НАТО. Именно такие системы радиоэлектронной борьбы обеспечили защиту нашей авиации от ракет «Стингер», которые были в большом количестве у террористов. А это свежие кадры. «Урал». Масштабные учения войск радиоэлектронной борьбы. Ромья, гроза, прием. Внажный противник на частоте 12, 159. Зай подавленный. Впервые наши военные отработали подавление радиоэлектронных систем на расстоянии 4000 километров. То есть от Урала до Атлантического океана. Так, в случае необходимости, наши военные сведут на нет ракетный удар или заглушат связь. ЗАГЛУШИТ СВЯЗ Эксперты уверены, современные войны сегодня на первый план выводят совсем не пушки, танки или самолеты. Самое главное — электронная начинка. То, что стоит на борту. Системы РЭП, их компьютеры и приборы. Именно на этом уровне и ведет собой кто кого. А залп ракет — это лишь итог противоборства. Компьютеры, которые на высокой частоте, практически на несущей частоте сигнала, ведут его обработку. Распознают эти сигналы. У них есть электронная библиотека. Сравнивают эти сигналы с электронной библиотекой. Сильнее не тот, у кого мощнее компьютер и так далее. А на сегодняшний день, к сожалению или к счастью, сильнее тот, у кого лучшая вот эта электронная библиотека, где мы четко понимаем, это свои, их нужно защищать, это противник. И на него нужно воздействовать деструктивным методом. Именно эти технологии, а также самые перспективные военные наработки и интересуют американских разведчиков. В бой брошены лучшие кадры. По оперативным данным только одних аналитиков, которые изучают нашу страну, в ЦРУ сейчас работает более тысячи человек. А ведь набирают еще. Эксперты уверены, главная цель этой армии разведчиков похитить военные технологии, которые стали для американских спецслужб откровением. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» — убийца авианосцев. Многие западные журналисты утверждают, что с ее появлением все корабельные защитные системы США можно смело назвать устаревшими. Ракета стартует с кораблей, подводных лодок и, возможно, самолетов. И на скорости, превышающей скорость звука в 6-8 раз, поражает цель. Вот такими статьями сегодня американские журналисты успокаивают обывателей. Уже из заголовка ясно, что репортеры предлагают людям просто не верить в то, что в России существует такая ракета. Однако американские военные уже сейчас отрабатывают приемы ухода от этих ракет. Корабли постоянно меняют курс. Сначала идут влево, потом вправо. Насколько эффективны такие маневры против «Циркона», который летит несколько километров в секунду? «Циркон», по идее, это должна быть против корабельной гиперзвуковой ракеты. Что такое гиперзвук? Это любой полет ракеты, который превышает 5-6 махов. Один мах — это скорость звука. Скорость звука — 333 метра в секунду. Ну вот, посчитайте. 333 помноженное на 6 — это 2000 метров в секунду. Такую ракету очень сложно сбить, перехватить, обнаружить. Точные характеристики и принцип работы новой ракеты засекречены. Однако специалисты уверены, что «Циркон» может летать на запредельных скоростях благодаря специальной технологии нагнетания воздуха в камере сгорания. Я думаю, что наши ракеты, такие как «Оникс», никто их уже не превзошел. Такая громадная скорость, и уже эти «Ониксы» есть на наших экспортных кораблях. А вот «Циркон», он скоро заговорит во всеуслушаемое, что это такое. Уже сейчас известно, что «Циркон» станет одной из главных ударных систем в российском флоте. В первую очередь он будет установлен на атомный крейсер «Петр Великий». Нам очень повезло, и мы смогли попасть на это судно и снять ту зону, в которой появятся новые ракеты. Тяжелый атомно-ракетный крейсер в первую очередь предназначен для поражения крупных надводных целей вероятного противника, уничтожения его надводных кораблей, транспортов и десантов. Вот мы сейчас с вами находимся на ракетной палубе крейсера, где сосредоточено основное ударное оружие крейсера – пусковой установки крылатых ракет. Кроме крылатых ракет, на урожении крейсера находятся и комплексы противовоздушной обороны. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – один из самых мощных ударных кораблей мира. Сегодня на его борту есть самые современные системы атаки и защиты. Эксперты уверены, гиперзвуковые ракеты, а также новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы превратят крейсер в настоящую крепость на воде, которая сможет нанести сокрушительный удар любому, даже самому сильному противнику. Сейчас с модернизации уже практически выходит адмирал Нахимов. Он сейчас стоит в Сирмаши. Там где-то вопрос стоит о том, что он будет переужен, ракетное оружие будет. Скорее всего, это будет калибр, причем в большом количестве. Скорее всего, он приспособлен будет под новую ракету, которая на подходе. Циркон гиперзвуковая. Однако основным носителем наших гиперзвуковых ракет станет подводный флот России. Сегодня он проходит обновление. Вооруженные силы принимают целую серию субмарин четвертого поколения, которые обеспечат нашу безопасность на десятилетия. У нас в строю первый был головной Долгорукий. Затем у нас Владимир Мономах и Санневский. Один вот на Семенном плоти, два на Тихоокеанском. Там находятся, в Вилючинске. Ну, это атомные ракетные крейсеры статического значения четвертого поколения. Статус-6. Это суперсекретная система отечественной беспилотной субмарины. Именно она в случае необходимости может всплыть у берега противника и взорвать невероятные по мощности ядерный заряд. Или выпустить несколько ракет с ядерными боеголовками. Такой подлодке будет не страшна гибель экипажа. Ведь она будет управляться дистанционно. А в случае обрыва связи сможет выполнить приказ и самостоятельно. С помощью своих компьютерных систем. Такому оружию глобальная система противоракетной обороны не помеха. Единственным разумным предположением здесь может быть это использование вот этой торпеды в качестве носителя вот такой супербомбы. На стоп-кадре журналистской съемки видны характеристики загадочной подлодки Статус-6, которые вызвали шок не только у журналистов, но и у военных аналитиков за океаном. В общем-то, из той схемы, которая попала, соответственно, в средства массовой информации, становится понятно, что фактически речь идет о реализации проекта, в свое время предложенного академикам Сахарова. Что это за проект? Он предлагал, что должны подводные лодки доставить заряды, мощнейшие заряды водородной бомбы в побережье Соединенных Штатов Америки. Там они находятся. По определенной команде происходит взрыв этих ядерных зарядов. Образуется гигантское цунами, и это гигантское цунами должно смыть значительную часть побережья Соединенных Штатов Америки. До сих пор наши военные хранят по поводу этого оружия молчание. Но некоторые эксперты уверены, Статус-6 – элемент наших подводных лодок пятого поколения. Известный проект, о котором мы уже слышали, проект «Хаски» пятого поколения лодка. Там будет совсем другой вид оружия. Это связано уже с роботизацией. Это могут быть небитаемые какие-то подводные аппараты, которые могут решать вопросы, могут ходить без человека. Вещи, которые на большой глубине могут ходить, нести на себя очень большие, мощные заряды. Но многие связывают наше оружие судного дня с самым технологичным проектом современного подводного флота – «Ясень». Это уникальные атомные субмарины четвертого поколения. Они вооружены крылатыми ракетами и передвигаются под водой почти бесшумно. Последние события показали, что лодку не могли обнаружить, которая находилась на испытаниях. Это вторая, вот, 88-5М «Казань». Практически лодка, вот, 133 метра длиной, в это замещение, где-то порядка, там, допустим, 8 тысяч, или, может быть, от 9, на которой там 32 калибра. Она достаточно уникальная лодка, в том плане, что и оружие расположено у нее своеобразное. Торпеда находится посередине корпуса. Смотрите далее. Почему предложение сразу после дембеля имеет особую ценность? И что значит для солдата верность любимой девушки? Один миллион долларов за голову блондинки. Чем так напугала террористов Ближнего Востока? Девушка-снайпер Джоанна Палани. Конкретное решение я приняла после того, как бойцы ИГИЛ напали на иракский город Рамади и стали брать в плен курдок. Сделали из них секс-рабы. Тогда я решила помогать людям. Это стоит всяких усилий. Это хорошее дело. Летом этого года на сайте американских ВВС появляется очень странный документ. Американские военные опубликовали тендер на закупку генетических образцов. Специалистов Пентагона интересовали живые ткани россиян европеоидной расы. Не переключайте. Впереди самое интересное. Именно здесь, в Сирии, во время боевых действий выяснилось, что иногда на поле боя появляются угрозы, к которым не готовы даже очень сильные противники. Уже более года террористы охотятся на эту блондинку. Джоанну Палани. ИГИЛ назначила за ее голову награду в 1 миллион долларов. Привет, я здесь. Как дела, ребята? Чем же так насолила эта девушка террористам? Если посмотреть на ее аккаунт в Инстаграм, можно подумать, что она фитнес-инструктор. Много фото из тренажерных залов, селфи, еда. Но особо привлекают внимание аппетитные формы барышни. Очевидно, что она много работает над собой. Есть у Джоанны и фото в военной форме. Эта блондинка, кто бы мог подумать, настоящий снайпер. Более того, она уничтожила свыше сотни боевиков. Конкретное решение я приняла после того, как бойцы ИГИЛ напали на иракский город Рамади и стали брать в плен курдок. Сделали из них секс-рабы. Тогда я решила помогать людям. Это стоит всяких усилий. Это хорошее дело. По убеждениям террористов, мужчина, погибший от рук женщины, не сможет попасть в рай и насладиться там девственницами, которые с таким нетерпением ждут бойца. Но дело не только в этом. Пола Ани показала, что женщина может быть гораздо храбрее любого, даже самого физически сильного боевика. Вот, посмотрите. Во время стрельбы пуля пролетает от нее в паре сантиметров, а девушка улыбается. Но что еще чувствительнее для террористов, так это то, что они не могут поставить женщину на место. Несмотря на один миллион долларов и огромное желание. Расстреляв сотню боевиков, Джоанна бросила вызов самой системе секс-рабства, которая является мощным подспорьем для ИГИЛ. Ведь вербовщики террористов гарантируют новобранцам прекрасные гаремы не только на небе, но и на земле. Во многом ради таких обещаний мужчины и готовы воевать. Правда, по месту жительства девушки в Дании ее подвиги не оценили. Оказывается, участие в такой войне с оружием в руках противоречит законам этой страны. В отношении Джоанны идет расследование. У нее забрали документы. Эти кадры вряд ли кого-то оставят равнодушным. Солдат, отслужив в армии, возвращается к любимой и делает ей предложение. Не секрет, что наши солдаты на протяжении веков внушали ужас. Ведь они часто сражались до конца. Секрет такой храбрости прост. Наши военнослужащие бились за свои семьи, за Родину, пытаясь сохранить самое дорогое в жизни. Эксперты уверены, что главная сила русского оружия в моральном состоянии наших военных. Чем больше мы, скажем так, на полигоне отрабатываем мастерство своих специалистов, тем, значит, выше их будет мастерство в условиях боевых действий. Американцы этого страшно боятся. Они боятся этого страшно, потому что помимо того, что мы укрепляем свои вооруженные силы технически, мы их очень здорово укрепили и парально. Чем американцы не могут похвалиться. Не самая высокая боеготовность американских войск сегодня объясняется легко. Служить в армию здесь многие идут не столько из-за любви к Родине, сколько по личной выгоде. Американские солдаты, словно звезды шоу-бизнеса, подписывают райдер с Министерством обороны. И если Пентагон не выполняет какие-то пункты, шоу не будет продолжаться. Так во время войны в Ираке американские морпехи устроили забастовку из-за плохого качества туалетной бумаги. Они категорически отказались идти в атаку, пока на их базу не привезли первоклассные бумажные изделия. А вот так кинематографично показывают своих военных финны. Северное сияние, вертолеты, солдаты, словно киборги в ультрасовременной форме. Когда смотришь на такие кадры, очень радуешься за боеготовность и, главное, шикарный стиль северных солдат. Этим летом в Финляндии проходили учения стран НАТО. Более трех тысяч бойцов высадились с кораблей на сушу и стали продвигаться вглубь страны. Однако через час эту грозную силу остановил всего один медведь, который жил в лесу. Зверь распугал всех пехотинцев. Большая часть из них скрылась в бронированных машинах. Маневры были остановлены на целый день из-за соображений безопасности личного состава. Ранее на учениях в Северной Норвегии британский спецназ отказался выполнить приказ и участвовать в маневрах при температуре ниже минус 8. Дело в том, что военные Туманного Альбиона во время марш-бросков справляют свою нужду в специальные памперсы. При низкой температуре жидкость замерзает и всему наступлению конец. Эксперты уверены, неустойчивость к стрессу сегодня главная слабость западных военных. И они пытаются компенсировать ее за счет оружия. Причем даже такого, которое запрещено конвенциями. Летом этого года на сайте американских ВВС появляется очень странный документ. Американские военные опубликовали тендер на закупку генетических образцов. Специалистов Пентагона интересовали живые ткани россиян, европеоидной расы. Ученые уверены, что странный тендер имеет прямое отношение к разработке биологического оружия, а точнее генетического вируса избирательного действия. Его цель — жители нашей страны. Не секрет, что Вашингтон разрабатывает это оружие несколько десятилетий. В 2005-м американские военные распылили в горах Афганистана вирус, жертвой которого должен был оказаться единственный человек — Бен Ладен. Микроорганизмы не достигли своей цели. В 2002-м году мира хватила эпидемия атипичной пневмонии. Ученые долго не могли понять ее причину — подобрать вакцину. Вскоре выяснилось, что почти все погибшие от атипичной пневмонии — этнические китайцы. Позже вирусологи пришли к выводу, что странная болезнь была создана не природой, а человеком. Эксперты уверены, Соединенные Штаты не просто создают биологическое оружие. Они достигли серьезных результатов. И Москва сегодня изо всех сил готовится отразить любой удар. Нам удалось записать эксклюзивное интервью с заместителем Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андреем Барановым. Он сообщил, что Россия создает принципиально новую энергетическую установку для дизельных подводных лодок, благодаря которой наши субмарины смогут в несколько раз дольше оставаться под водой, полностью сохраняя тишину. Это позволяет подводной лодке находиться под водой вот к стандартной, скажем так, неделе на аккумуляторных батареях, еще плюс до двух недель. Мы получаем подводную автономность, которая, ну, скажем так, становится в чем-то соизмеренной с лодками уже с атомной энергетикой. Но поскольку здесь очень маленькие как бы габариты и нет вот ничего ядерного, то эта лодка универсального применения, они имеют наилучшие показатели по шумности, то есть их обнаружить практически невозможно, это признанный факт. Эти кадры обошли весь интернет. Русские подводники купаются в полыне среди арктических льдов. Стоит быстро заходите. Дома? Молодец, молодец. Со всплытием подводных лодок связано большое количество курьезов и анекдотов. Гражданским такие маневры всегда приносят массу впечатлений. Вот, например, рыбаки отправились в открытое море. Закинули удочки, клюнуло, попытались подсечь. Из-под воды появилась совсем не рыба, а перископ. Слушай, всплывает в натуре. Офигеть! Подводникам приходится регулярно всплывать, чтобы с помощью работающего дизеля можно было зарядить аккумуляторы. Именно с их помощью субмарины тихо работают под водой. В отличие от атомных подводных лодок, дизельные субмарины гораздо меньше, а потому их труднее найти. Для работы такого двигателя необходим воздух, который окисляет топливо. Разные страны долгое время работали над системами, которые бы заряжали аккумуляторы под водой. На Западе для этого субмарины загружают водородом. И вот совсем недавно наши технологи нашли почти гениальное решение. Они научились синтезировать водород непосредственно в подлодке с помощью самого топлива – солярки. Значит, мы считаем, что наиболее оптимальным для лодки, которая имеет на борту дизельное топливо, как штатное топливо, получать водород разложением этого самого дизельного топлива. Тем, чтобы не возить никаких дополнительных реагентов. В этом году стало известно о том, что Россия откажется от строительства крупнотоннажных военных судов в пользу небольших фрегатов. Стоят они дешевле, но на их платформы Министерство обороны поставит самые современные ракеты. Вот только один из таких судов – фрегат «Адмирал Эссен». Несмотря на скромные размеры, фрегат обладает сокрушительной огневой мощью. Вот так совсем недавно у берега Сирии он отработал высокоточными ракетами по скоплениям террористов. На что способны такие корабли, хорошо показала Каспийская флотилия, которая выпустила 26 ракет, пролетевших группой и точно поразивших цель на расстоянии в полторы тысячи километров. Очевидно, что малотоннажные корабли станут основой будущего надводного флота России. Такой страны, как Россия, которая омывается большим количеством морей, океанов, в том числе, и это имеется и северный флот, и океанский флот, для развертывания ударных сил, в том числе, особенно подводных сил, ядерных, с ракетами, необходимое их прикрытие. А это Дальний Восток. Завод «Звезда». Теперь его легко узнать по этим огромным кранам, самый большой из которых способен поднимать грузы весом в 1200 тонн. Это ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота. «Звезда» также модернизирует наши атомные ракетоносцы. Сегодня здесь строят гражданские суда, ледоколы. Предприятие имеет необходимые технологии для постройки авианосца. Будет авианосец, это 330 метров длина, размещение где-то 90 с лишним тысяч тонн размещения. Вооружение, естественно, противовоздушное, это С-500, скорее всего, мощное. И, конечно, авиакрыло, которое будет составлять, скажем, вертолеты и самолеты, порядка 90 летательных аппаратов. Это МиГ-35, это, допустим, Су-33, тяжелые, может, легкие. Это самолеты-вокации, которых у нас нет. Однако решение о строительстве такого корабля пока не принято. Стоит он очень дорого. А известно, что траты на программу перевооружения нашего флота и так сокращены. Причем очень сильно. Новость о появлении супероружия России появилась одновременно с серией страшных ураганов, которые обрушились на побережье США. Американские журналисты сделали вывод, что за природными явлениями находится рука Кремля. Кто-то даже нашел фотографии паводков в Москве и Ростове-на-Дону. Эти кадры были представлены в качестве доказательств того, что якобы Россия испытывает таинственное оружие, которое может управлять погодой. Сначала у себя дома, а потом за океаном. Мы знаем, что манипуляции с климатом не только возможны, они уже случились. Только представьте, до чего довели американских обывателей, если многие из них поверили в такое. Злые и ужасные русские сегодня в Соединенных Штатах выгодны многим. Конгрессменам, которые хотят выбить еще больше денег для военных компаний, и спецслужбам, которые тоже просят дополнительных денег и новых полномочий. Но оказывается, в реальности у России есть оружие, которое может быть гораздо ужаснее, чем страшилки заокеанских журналистов. Министерство обороны России рассчитывает принять на вооружение комплекс «Задира-16», который будет работать на новых физических принципах. Создает его Всероссийский НИИ экспериментальной физики. Весь проект засекречен. Втайне остается внешний вид и принцип работы. Однако эксперты уверены, в случае удачных испытаний системы российский военный комплекс опередит конкурентов на десятилетия. Эксперты уверены, основа этих устройств — ускоритель протонов, который создает смертоносный поток атомных ядер. Разрушительная сила такого оружия может превосходить обычные системы в тысячи раз. То есть мы должны фактически создать такое направленное движение ядерной энергии, ну термоядерной в данном случае, да, и которое должно вот эту энергию направлять на определенное расстояние. В этом и цель вот этого оружия, чтобы этот избыток энергии перенести на конкретный механизм военный и взорвать его. Такие разработки должны появиться в наших войсках до 2025 года. А это еще один вид нового оружия — проект, созданный на базе советских разработок А-60. Эксперты уверены, чтобы создать такое оружие, нашим ученым пришлось проделать титанический труд. В новой системе луч лазера сохраняет плотность на расстоянии в сотни километров, а его дальность поражения доходит до полутора тысяч километров. Правда, это если погода идеальная. Облака, туманы очень сильно влияют на эффективность луча. Такие разработки сегодня засекречены, но известно, что они появились на основе советских достижений. Нам удалось записать интервью с физиком Виктором Шарковым, который почти полвека работал в Курчатовском институте и много лет посвятил лазерным системам. Они слабым лазером освещают летящий бомбардировщик. Обратно приходит сигнал с набором собственных частот этого крыла. И потом прямо по этому же лучу приходит более мощный, но не сумасшедший мощности луч, который несет в себе несущую частоту этих колебаний. И примерно в сто раз, в тысячу раз меньшей мощности крыло само отвалится, потому что вибрация придет резонансная. Это вот такое действие. И таких действий много. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов недавно заявил, что подобные системы уже созданы и находятся у нас на вооружении. Совершенно ясно, что если это частиц много, то они могут нести очень много энергии. Очень много, чтобы было понятно, такая мощность пучка импульсная, она может достигать сотен и даже мегаватт в импульсе. Для большинства из нас раньше все это было научной фантастикой. О бластерах, световых мечах рассуждали обычно дети. Но судя по последним испытаниям этого оружия, у нас и за рубежом, в военных технологиях произошел настоящий прорыв. Другое удачное применение лазеров – это для создания искусственных шаровых молний. Это нелетальное оружие. Вот нелетальное оружие, за ним колоссальное будущее. Сегодня подобные лазерные системы признаны в Министерстве обороны оружием будущего. И на их разработку тратят огромные силы. Подполковник Анастасия. Зачем в Бундесвере назначают командовать батальонами женщин? Просто еще раз посмотрите мне в лицо. Мне кажется, оно может сказать вам больше, чем тысячи слов. Пентагон поднимает боевой дух военных. Зачем в США медики бьются за потенцию солдат? Чтобы мужчины-солдаты смогли получить эрекцию. Разве это существенно важно? Что такого жизненно необходимого дает эрекция? Шокирующие подробности о передовом оружии России. Эксклюзивное интервью о самых секретных разработках нашей страны. Об этом и многом другом смотрите всего через несколько секунд. На этом видео реконструкция одного из секретных спутников России, который был запущен нашей страной несколько лет назад. Довольно долго аппарат просто совершал полет вокруг Земли. И вот 20 апреля этого года эксперты НАСА заволновались. Российский спутник вдруг неожиданно изменил орбиту, приблизился к обломкам китайской системы и уничтожил небольшой фрагмент космического мусора. А когда эксперты выяснили, что в космосе на низких орбитах существует целая группировка таких русских спутников, в Соединенных Штатах началась паника. Американцы подозревают, что эти объекты имеют на своем борту лазерное оружие, которое нацелено на спутники Вашингтона. Конечно, лазер, установленный на любом спутнике, он может создать мощный импульс, который своим электромагнитным излучением и тепловым он может разрушить и любой предмет, в том числе и спутник. Конечно, да. Современные боевые лазерные системы России в воздухе ослепляют камеры, сжигают электронику. Они способны на очень многое. Но лазерный луч в воздухе на огромных расстояниях не плавит металлические предметы, как очень любят показывать режиссеры фантастических фильмов. Это противоречит законам физики. Мегаваттный уровень установки летали в космос. Никакого секрета это не составляет. Такой же мегаваттный лазер летал на самолете, и такой же, в котором лично я принимал участие, корабельные варианты были. То есть он корабельный крейсер с лазерными пушками реальности. И он реально существовал в 80-х годах во всем. Виктор Шарков абсолютно уверен, что лазерный луч на больших расстояниях не способен плавить металл, как это нам внушает Голливуд. И разработка такого лазерного оружия — масштабная афера, которая за десятилетия не принесла ни одного достойного результата. То, что американцы показывали в своих роликах, это у нас хохот вызывал. Это вот эти игрушки мы делали еще в 85-м году с корабля «Диксон». Тогда что же нам показывают американские журналисты? Этим летом телеканал CNN опубликовал кадры из Персидского залива. То, что изображено на этом видео, американские репортеры эффектно определили, как первое в мире лазерное оружие. «Это универсальная система оружия, она гораздо точнее внестрельного оружия. Ее принципиальные отличия от обычных видов оружия в нашем арсенале в том, что она не специализируется только на воздушных или наземных целях, а имеет различное применение». Репортеры показывают, как с помощью лазера офицеры сбивают беспилотник, а затем расправляются с надводными мишенями. Вскоре выяснилось, что многие кадры телекомпания уже показывала в 2014 году. Назвать такое испытание новостью довольно трудно. Однако этот лазер взбудоражил многих. Ведь американские военные утверждают, что стоимость залпа из такого орудия обходится всего в один доллар, а разрушений от чудо-выстрела на сотни тысяч, а то и на миллионы. Нью-Мексико, август этого года. Инженеры тестируют новую систему «Атена», которая пронзает лазерным лучом беспилотные летательные аппараты. Расстояние от летящей машины до лазерной пушки — несколько сотен метров. На видео лазер прожигает хвост машины, и она падает вниз. Всего новая система сбивает пять таких целей. Американцы долгое время пытались поставить лазерную установку на самолет. И уже, по-моему, многие годы мучаются с тем, чтобы разместить воздушное лазерное оружие. Если самолет отдаляется один от другого, сразу эффективность этой лазерной пушки пропадает. И, ну, в лучшем случае, если с очень близкого расстояния, они прожигают борт самолета. Борт мишени, скорее так. Эксперты уверены, такие демонстрации — обман. Конечно, на видео лазер действительно плавит металл и взрывает цели. Вот только за кадром остается одна деталь. Луч находится рядом с предметом. На больших расстояниях лазер рассеивается и его температура снижается. Это законы физики. Их не отменить. Недавно стало известно, что русский программист Евгений Никулин находился в психиатрической больнице Чехии, где его допрашивали сотрудники американского ФБР. Ранее Никулина задержали в Европе по запросу Соединенных Штатов. Это кадры оперативной съемки. «Покажи руки! Руки на стол!» Молодого человека обыскивают, сковывают наручниками и увозят. Его обвиняют в хищении баз данных нескольких компаний, а также известной социальной сети. В итоге американские власти без труда добились экстрадиции Евгения Никулина в США. Испания. Еще один захват. Полиция проводит спецоперацию в отношении русского программиста Петра Левашова, который приехал на отдых вместе с семьей. Левашова тоже задержали по запросу США. Компьютерного эксперта обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Левашов рассылал вирусы, блокирующие компьютер. Программы взламывали ПК и требовали выкуп. Можно не сомневаться, Левашова тоже попытаются упрятать за решетку Соединенных Штатов. Только в этом году спецслужбы США арестовали семерых наших программистов. Официальная версия ЦРУ и ФБР – они охотятся на русских хакеров, которые вмешались в выборы американского президента. Однако многие эксперты уверены, серия последних спецопераций нужна для вербовки. Сейчас по всему миру и внутри нашей страны ЦРУ берут в разработку десятки и сотни русских специалистов, причастных к российским компьютерным технологиям. Это может быть, например, просто внедрение своего человека, который из-под тяжка будет таскать документы. Это могут быть различные уязвимости в программном обеспечении, либо в том, как его настроили на интересующем предприятии. Ну и просто это могут быть различные вирусные программы широкого профиля, которые не имеют конкретной цели украсть какую-то конкретную информацию, но просто проникают в том числе и в эти системы, и в том числе оттуда информацию забирают. Боевые беспилотники будут атаковать оборону противника целым роем. ПВО подавляется за счет количества. Десятки, сотни, а то и тысячи машин нанесут удар одновременно. Их основу создадут на 3D-принтерах. Это специальные устройства, которые очень быстро и дешево печатают в объеме металлические и пластиковые детали. Они должны быть высокоинтеллектуальны. Им иногда придется принять решение, например, или продолжать выполнение задачи, или вернуться, нанесить удар, или понять, что это свои войска и так далее. То есть это тоже достаточно, как бы такая, ну, с гуманитарной точки зрения, серьезная задача. Конструкторы обещают вооружить армию такой технологией уже через 5 лет. Офицер спецназа, известный под позывным «Вирус», говорит, что за годы службы перепробовал десятки видов современного оружия, нашего и иностранного. На Западе действительно умеют делать отличную оснастку, прицелы, да и спецназовские автоматы у них на высоком уровне. Но в реальном бою исход зависит исключительно от конкретного солдата. Оружие может подвести, а высокоточный прицел в самый ответственный момент просто слетит с крепления, и к этому нужно быть готовым. Обычным нормальным голым автоматом очень можно хорошо на коротких всех этих перестрелках стреляться, там, не акцентрировать свое внимание на этих всех прицелах, там, включился, может, он там его не включился, снесло его, там. Автомат, он лучший. Почему бандиты иногда обычно не ржавыми автоматами вам стреляют, и все у них нормально. То есть надо вот от этого оторваться. У меня тоже есть хороший, там, и проиматорный прицел, там, значит, и целеуказатель лазерный. Но я понимаю, что забазировался, например, сел там где-то, все это подцепил нормально, а вот так вот на ходу где-то что-то, лучше, наверное, все-таки чистым автоматом, что-то меньше, чем мешало. Скинул, стрелил, сменил позицию, дальше. В российской армии в спецназ отбирают именно таких бойцов, которые готовы действовать в нестандартной ситуации. Так было во время Югославской войны, когда наши десантники взяли под контроль аэродром в Приштине. На эту взлетную полосу очень рассчитывала американская армия. И появление наших десантников стало для них сюрпризом. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не решительность одного из наших солдат, который издалека увидел американский конвой, приближавшийся к аэродрому. Вот вам, опять же, Приштину возьмем. Вот видите, фотография. Вот вышел солдат с гранатометом. Я уверен, что он с утра сок точно не пил. Максимум чай какой-то с кусочком масла и хлеба. Все в позу гранатометчика. Приготовился к выстрелу. И они остановились. Там был тоже какой-то старший начальник. Не знаю, в каком чине. Бригадного генерала такого-нибудь, или полковника. Но они не смогли принять решение. Они решили, что сделать? Отступить, уйти. И давай потом, давайте разговаривать. А когда им уже хорошенько показали, чем пахнет, а их там целая армада шла, но они, выведев нашего солдата, готового стрелять, что-то как-то не смогли. Значит, что-то вот все-таки не все у них так хорошо. Это в последние годы армия активно перевооружается. Солдаты получают современную экипировку, и даже сухпайки изменились. Но в боевых условиях может так произойти, что положиться останется только на автомат, саперную лопатку и быстроту реакции. Настоящий спецназовец не должен растеряться и в этой обстановке. Как раз нашего солдата и отличает то, что он без всех этих технических средств достаточно себя все равно комфортно чувствует, я бы так сказал. То есть ему достаточно, чтобы у него работал нормально автомат, были патроны, была тушенка, сгущенка, лопатка, саперная обязательно. Ну, все любят хороший ножик, кроме штык-нажавших, чтобы ножик был хороший. В общем-то, и попить воды, и, в общем-то, солдат не победил. Окопался, замаскировался. Вы понимаете, иногда все это, вот эта навороченность, она, мне кажется, иногда может и помешать. Еще недавно считалось, что наша страна отстает в разработке и создании дронов от Запада. Но уже сегодня на вооружении в России более двух тысяч беспилотников. Мы видим, как эффективно они используются в Сирии. Сегодня в России происходит так называемая беспилотная революция. Она полностью меняет вид самой войны. Уже сейчас передовые беспилотники есть на вооружении у диверсантов, которые с неба получают почти все необходимое для своей работы. А этот авиационный комплекс даже можно носить с собой в рюкзаке. Они могут разбираться, могут собираться в течение буквально нескольких минут и готовы к применению. Не требуется никаких специальных оборудованных площадок, не требуется никаких специальной инфраструктуры. Все это автономно и запитывается от тех элементов питания, которые существуют на борту данных систем. МиГ-41 — самый закрытый проект российской оборонки и передовой самолет нашей страны. Этот перехватчик некоторые называют истребителем шестого поколения. Именно в нем начинается схватка технологий будущего, над которыми сегодня упорно работают в России, Соединенных Штатах и других государствах. МиГ-41 — тяжелый истребитель-перехватчик, который будет работать на гиперзвуковых скоростях. В нем соберут новейшие достижения сверхточного оружия, искусственного интеллекта и фантастической маневренности. МиГ-41 превысит скорость звука в четыре раза. Одна из главных задач такой машины — перехват гиперзвуковых ракет и беспилотников, на которые сегодня Соединенные Штаты делают огромные ставки. Это одно из таких устройств — Boeing X-51. Американские инженеры работали над ним около 10 лет в рамках концепции быстрого глобального удара. Это когда несколько сотен или тысяч машин наносят неядерный удар по главным объектам страны. Скорость такого аппарата должна будет достигнуть 7,5 тысяч километров в час. Эксперты считают это устройство всего лишь прототипом оружия будущего. Но именно такие системы и станут испытанием для нашего МиГ-41. То, что в названии присутствует указание на то, что это будет перехватчик, на самом деле не должно вводить в заглуждение. В реальности, если характеристики платформы будут позволять сделать на его базе какую-либо еще машину, ударную, разведанную или сочетающую все эти качества, то это будет однозначно сделано. Очевидно, МиГ-41 разрабатывается в том числе и для работы в космическом пространстве. Известно, что эта машина придет на смену МиГ-31, который имеет особое назначение. Перехват воздушных целей и, скорее всего, новый истребитель ждут подобные задачи. Я думаю, что это закономерное развитие нашего самолета МиГ-31. Мы, конечно, занимаемся сейчас БАК ДП. При условии появления заказа от Министерства обороны мы уже, как я ранее говорил, начнем уже полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолета. А это еще одна наша новейшая разработка — легкий истребитель МиГ-35. Он поступит на вооружение в 2019 году. Машина поколения 4++. Переходное звено к истребителям пятого поколения. МиГ-35 — это принципиально новая модель, проект, который создавался с нуля, а не копировался со старших моделей. Его скорость доходит до 2500 км в час, а дальность полета с подвесными топливными баками — 3000 км. Многофункциональный самолет может уничтожать цели в воздухе, на земле и воде. Он имеет полностью прозрачную кабину пилота и систему наведения пятого поколения. На вооружении МиГ-35 есть ракеты дальнего действия, которые позволяют наносить точные удары до вхождения машины в зону работы ПВО. Естественно, что вся начинка у самолета иная. Много что добавлено из современных технологий. То есть это самолет как завоевание превосходства в воздухе, так и ударный самолет. Это очень важно, поскольку в современных условиях приобретать большое количество истребителей маловероятно. Эксперты считают, что именно такой универсальный истребитель сейчас необходим в Сирии. И не исключено, что именно он появится здесь в ближайшее время для испытаний в военных условиях. Совсем недавно на авиабазе Хмеймим появилась еще одна военная разработка. МиГ-29 СМТ — одноместный многоцелевой фронтовой истребитель. Это самая последняя модификация МиГ-29 с новейшим оборудованием, оружием и увеличенной дальностью полета. И можно не сомневаться, что в Сирии такие машины покажут все, на что способны. Недавно американские летчики опубликовали видео из кабины самолета. На нем пилоты США сбивают Су-22 ВВС Сирии в тот момент, когда самолет наносил удары по запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Подобным образом авиация НАТО много раз выручала террористов, сбивая самолеты сирийского правительства. Эксперты уверены, Вашингтон таким образом провоцирует очень резкую реакцию Москвы. Ведь американское оружие потерпело здесь унизительное поражение. Несмотря на огромные ресурсы, которыми располагает НАТО, верх одерживают сирийские войска, ВКС России и военные подразделения Ирана. Эксперты считают, что именно здесь, в Сирии, США показали собственную слабость. А Россия, наоборот, доказала силу своего оружия. Но даже если в Сирии настанет мир, никто не сомневается, для нас это будет лишь небольшая передышка. Смотрите далее. Комба «Трансгендер» подполковник Анастасия Бифанг вступила в новую должность командира батальона «Бундесвера». Просто еще раз посмотрите мне в лицо. Мне кажется, оно может сказать вам больше, чем тысячи слов. Я очень рада быть командующим здесь, именно в этом месте. Не в Берлине, например, а там, где я живу. За последнюю неделю я узнала много потрясающих людей и уже рада последующим трем неделям. США вводят новые методы подготовки личного состава. Пентагон закупает таблетки от эректильной дисфункции для своих солдат. Миллионы долларов тратятся на эрекцию военных. То, что вы сейчас видите, демонстрируется на телевидении впервые. В НИИ «Дубна» создано уникальное устройство, которое может полностью перевернуть представление человечества об этом мире. Это настоящий прототип плазменного оружия. То, что находится посередине кадра, свободно парящая плазма. Но самое интересное другое. Эта плазма выполняет роль динамика и транслирует настоящие звуки, которые поступают в микрофон из отдельной комнаты. «Раз, два, три! Раз, два, три!» Эксперты уверены, в случае запуска этой технологии в серийное производство наша страна сможет на десятилетия забыть о любых военных угрозах со стороны соседей. Речь идет о создании принципиально нового оружия планеты, которое позволит звуковым волнам преодолевать любые преграды на тысячи километров. Та волна, продольная составляющая, которую мы направляем на объект, она погибает и преодолевает, в принципе, любую преграду. Но ее составляющая внутренняя обладает такой звуковой частотой, низкочастотной, которая разрушает биологическую составляющую. Если энергетическая установка будет мощной и оснащена особой антенной, звуковые волны, которые рождаются в этой плазме, превратятся в страшную по своей разрушительности силу. Транслируя конкретную частоту, можно будет, например, обратить противника в бегство, вызвав страх. А можно и вовсе уничтожить врага с помощью узконаправленных сигналов. Мы можем подобрать воздействие резонансной частоты на определенный орган. На мозг, на сердце, на кроветворные органы. Это изобретение позволит транслировать звуки на губительных частотах с чудовищной мощностью. То есть теоретически в зоне поражения могут оказаться целые страны или континенты. Известно, что звуковое оружие используется уже много десятилетий. 7 ноября 2007 года. В Тбилиси 50 тысяч человек вышли на улицу, чтобы выступить против Михаила Саакашвили. К обеду между милицией и митингующими начинаются потасовки. В какой-то момент сначала десятки, а затем сотни человек вдруг начинают испытывать сильнейшие приступы боли. Позже они попадут в больницу со странными симптомами, тошнотой и головной болью. Эксперты уверены, полиции отдали приказ применить звуковое оружие. Но если раньше возможности таких установок были ограничены, то теперь с помощью этого открытия плазма сможет транслировать звуки даже более мощные, чем взрыв атомной бомбы. Эффективность передачи вводимой энергии в звук очень высока. Во всяком случае, много больше, чем при использовании обычного электрического разряда. При этом мощность такого устройства практически не ограничена, потому что электрический разряда по своей мощности не ограничена. Но и это еще не все. С помощью такой плазмы звуки на низких частотах можно транслировать и в воду, например, в озера или в океаны. Подобное проникновение продольной волны в водном массиве совершенно реально. В нашей стране большая часть подобных исследований не подлежит разглашению. Технологии магнитных пушек и излучателей на сверхвысоких частотах строго секретны. Можно говорить о разном оружии России, начиная от автомата Калашникова и заканчивая ядерными бомбами и ракетами. Но существуют в нашей стране и такие изобретения, о которых лучше не вспоминать. Это литосферное оружие. Изобретение еще советского времени настолько секретно, что о нем до сих пор опубликовано минимум информации. Вот так советские суда сканировали дно океанов на протяжении десятков лет. В итоге были собраны уникальные данные. Наш эксперт, капитан первого ранга в запасе Андрей Шалыгин, много лет имел доступ к государственной тайне. Он уверен, что сканирование океанского дна позволило создать невероятное по своей силе оружие судного дня. Узлы литосферного напряжения, там где сталкиваются, ну не только две, а как правило три плиты там, а эти напряжения по данным сейсмических станций можно диагностировать. Поэтому далеко не каждый узел является перспективным с точки зрения воздействия на него. Вот как бы Форида, да, это идеальное там какое-то сочетание. Сан-Андреас это тоже какое-то идеальное сочетание, да, Карибская плита и так далее. На нашей планете существует несколько мест, в которых земная кора очень подвижна. Советские ученые смогли рассчитать, как мощный взрыв в одной точке планеты сможет сдетонировать в другой. Это похоже на фокус, когда человек бьет по горлышку бутылки, которая наполнена водой. Жидкость от удара устремляется вниз и сносит дно стеклянного сосуда. Именно такой принцип наши инженеры использовали и при создании литосферного оружия. Флорида опустится. В сверхглубокой скважине на Кубе заложен водородный заряд. Другого вывода ни один журналист не сделает. Если мы посмотрим на динамику Карибской плиты и разлома Сан-Андреас, то мы сделаем заключение, что да, наиболее лучшего места размещения для такого устройства, ну, просто себе не придумали. Но такое оружие в Советском Союзе решили не дорабатывать и не использовать. Уничтожение целых регионов с десятками миллионов жителей это то, на что наша страна никогда не могла пойти. Секретная программа была приостановлена. Впрочем, Вашингтон вряд ли оценит проявление такой гуманности. Недавно журналисты американского издания Inquisitor обвинили русских военных в сговоре с инопланетянами. Авторы статьи совершенно серьезно утверждали, что свои самые современные технологии наша страна позаимствовала у внеземной цивилизации. По мнению акулпера, русские и пришельцы из космоса задумали уничтожить Соединенные Штаты. И вот после публикации этого оригинального предположения Пентагон нанес упреждающий удар, не оставив Новому Союзу ни одного шанса. Летом этого года газета Military Times опубликовала журналистское расследование. Автор статьи Джефф Скоголь посчитал, что в этом году военное ведомство США потратило 82 миллиона долларов на лечение импотенции у солдат. В американском обществе тут же началась дискуссия. Насколько эректильная дисфункция влияет на боеспособность армии? Оказалось, что влияет. Да еще как! Согласно данным независимых экспертов, мужчины-импотенты гораздо неохотнее атакуют неприятеля. Видеоблогеры поддержали эту тему. О, Кейс! Медики действительно зафиксировали у американских военных снижение мужских гормонов, особенно у тех, кто побывал в горячих точках. Оказывается, авторы, устроившие скандал вокруг сомнительных трат американской армии, опубликовали статью вовсе не из журналистского долга, а чтобы таким образом защитить трансгендеров, которые заключили контракт с вооруженными силами США. Летом этого года Дональд Трамп сделал главную ошибку в своей карьере. Он решил запретить трансгендерам служить в армии, объясняя это тем, что такие люди обходятся Пентагону слишком дорого. Многие города охватило негодование. Не только представители ЛГБТ вышли на улицу, чтобы поддержать своих товарищей в вооруженных силах. Сравните объем затрат на медицинское обслуживание трансгендеров, который не может, в принципе, сравниться с цифрой в 84 миллиона долларов, которые тратят на Виагру, чтобы мужчины-солдаты смогли получить эрекцию. Разве это существенно важно? Что такого жизненно необходимого дает эрекция? Формальный повод для запрета боевых трансгендеров слишком дорого они обходили с Министерством обороны. Ведь именно за счет государства эти бойцы делали операцию по смене пола, а это более полусотни тысяч долларов. А после таким солдатам требовалась гормональная терапия, которая тоже обходилась в копеечку. Человек, который, так сказать, одевает военную форму, он становится воином. Может ли быть воином человек, который, так сказать, сомнительной половой ориентацией, да? Он поопределенно воином быть не может. Против Трампа выступили все геи США. Они сделали рекламу, в которой утверждалось, что люди, сменившие пол, ведут себя очень храбро на поле боя. Президент уступил. Белый дом сообщил, что сокращений в вооруженных силах не будет. А вот в Европе трансгендеры отлично делают карьеру. Совсем недавно в Германии комбатом стала вот эта очаровательная женщина. Знакомьтесь, это подполковник Анастасия Бифанг. Вступила в новую должность командира батальона Бундесвера. Просто еще раз посмотрите мне в лицо. Мне кажется, оно может сказать вам больше, чем тысячи слов. Я очень рада быть командующим здесь, именно в этом месте. Не в Берлине, например, а там, где я живу. За последнюю неделю я узнала много потрясающих людей и уже рада последующим трем неделям. Женщиной эта дама стала три года назад, когда сменила пол и прошла курс гормональной терапии. По словам Анастасии, подчиненные воспримели ее назначение с пониманием и будут выполнять приказы под началом нового комбата. В этом году мир охватила паника. Сразу несколько вирусов поразили десятки стран, парализовали банки, силовые ведомства. Некоторых хакеров нашли, но эксперты считают, что такие рассылки вирусов – это тестирование кибероружия. Самое страшное, что может произойти, если враг не просто получит доступ к информации, если ему каким-либо образом удастся изменить информацию и внести туда намеренно ошибку. То, что сейчас все построено на программах, можно преднамеренно вносить ошибки, которые при определенных условиях, условно говоря, взорвут это оружие, сделают так, что оно самоуничтожится или, условно говоря, полетит в другую сторону. На самом деле кибервойска сегодня разрабатывают так называемые супервирусы будущего, которые направлены на уничтожение работы целых стран. Атомная электростанция в Бушере, Иран. Вирус Stuxnet поразил треть всех центрифуг и сорвал сроки запуска АЭС. Когда специалисты изучили программный код вируса, они были поражены. На создание такого вируса, как Stuxnet, у одного опытного программиста ушло бы больше десятка лет. Эксперты уверены, сегодня в компьютерах важнейших заводов, а возможно и в оборонных системах разных стран, есть подобные программы, которые ждут своего часа Х. Начнется ли тотальная война с применением новейших вооружений, или человечество сможет остановиться и направить научную мысль на мирное развитие? Как бы то ни было, сегодня ситуация такова, что только паритет в военных разработках может стать гарантией общего спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok